Микс Ньюс Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире радио Болтком передача Встретились, поговорили. Сегодня ее проведу я, Артем Липин. И сегодня у нас в гостях, продолжая тему уезжать или не уезжать из родной страны, сегодня у нас в гостях выпускница ГИТИСа, при этом уроженка Литвы и, насколько я понимаю, до сих пор гражданка Литвы, Паулина Чурлита. Привет, Паулина! Привет, Артем! Да, мы с Паулиной немножко знакомы, поэтому, возможно, будем несколько неформально общаться, но мы также готовы принимать ваши звонки в прямом эфире. Телефоны для этого 672-12-93-9 или 672-13-93-9, также вы можете написать в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Сегодня мы вот с Паулиной поговорим на две в основном темы. Это переезд из Балтийских стран в Россию, насколько это просто сложно и стоит ли этим вообще заниматься, ну и также обучение в актерском вузе, насколько это просто сложно, потому что очень многие люди мечтают стать актерами, актрисами и грезят получить Оскары или какую-нибудь другую кинопремию или театральную премию. Вот, собственно, давай с этого и начнем. Как я уже сказал, многие хотят стать театральными какими-то или киноактерами, а ты действительно решилась на этот шаг, поехала, поступила. Как? Как ты решилась на это? И почему? Ну, решилась я, наверное, потому, что у меня был друг, с которым мы вместе занимались театром и как-то мы друг друга подбадривали. Возможно, если бы я была одинока в своих желаниях, может быть, они бы вообще не возникли, но уж точно уезжать куда-то я бы, наверное, не решилась. А потом еще были очень против родители и им назло из-за того, что они были очень против. Я и поехала и поступила. Может быть, тоже, если бы они не... Если бы они в меня верили, если бы они думали, что вот я поступлю и поддерживали бы меня, у меня бы ничего не получилось. Но назло очень хорошо все сработало. И вот я поступила, закончила. А ты уехала вот в Москву в любой театральный или тебе хотелось именно в ГИТИС? На тот момент я вообще ничего не понимала, и я уехала в любой театральный. Потому что для меня не было никаких различий. И вот я поступила в ГИТИС на режиссерский факультет, в актерскую группу. Это считается самым сильным вузом и самым сильным факультетом. Но на тот момент я этого не знала, и там набирал мастер, фамилию чью я вообще первый раз слышала. Вообще думала, кто это такой? Когда я смотрела, кто еще набирает в этот год на других факультетах, в других вузах, там вот набирала Шанина. И на эстраде я такая думаю, о, ну Шанина, вот эту вот фамилию я хотя бы знаю. Ну, то есть я была вообще полной ноль, которая ничего не знает, я ничем не занималась, ничего не знала. Но вообще, как я поступила, непонятно. А почему ты решила уехать, поступать именно в Россию? То есть есть же варианты наверняка и в Литве, я уж молчу про западные страны, в Англии, например, очень хорошая школа театра. Ну, если учиться, ну вот хотеть учиться, то, конечно, нужно ехать в Россию. Потому что там помимо того, что мы занимались просто актерскими какими-то вещами, танец, вокал. Хотя и этого даже зачастую нет на Западе. Там есть еще очень много теорий, а мне это очень интересно. Ну и плюс еще, конечно, обучение на родном языке. Это такая специальность, которая все-таки требует родного языка для импровизации, для какого-то более глубокого прочувствования текста. Ну, то есть здесь нужно прям хорошо знать язык и чувствовать его, любить его. Ну, есть же примеры актеров, которые родились в одной стране, а стали известными в другой. Ну, там голливудских актеров даже перечислять не надо, и множество французских, испанцев, китайцев, которые переехали в Голливуд и стали известными. Но даже театральные актеры тоже есть, для которых там английский или русский не родной. Ну, конечно, есть. Ну, не знаю, мне довольно сложно. Ну, вот я, например, когда езжу на Запад отдохнуть, там, еще куда-то, мне не так комфортно. Я понимаю, что вот на неделю, две, ну, там даже месяц я бы пожила. Ну, и то не пожила бы, а вот попутешествовала бы. Но жить нет. Жить мне хочется в Москве, в России. Ну, там какой-то вот другой, я говорю, уровень образования абсолютно. Потому что вот у нас был обмен с французскими студентами, у них происходит обучение так, что у них на семестр приходит режиссер, который ставит с ними какое-то произведение, и вот они просто семестр работают над тем, что они ставят какую-то работу или спектакль по произведению одному. А у нас, плюс к актерскому мастерству, у нас была еще куча других специальностей, ой, не специальностей, предметов, да. И у нас более такое обширное образование, по которому потом можно, ну, короче, есть больше дорог, чем просто пойти в театр или в кино. Мы можем больше, умеем больше. Например? Ну, то есть, насколько я знаю, ты не собираешься оставаться теперь в актерской среде? Нет. Вот. И куда, например, могут пойти люди после театрального вуза, если не в театр? В принципе, мы теперь умеем все. Вот мы готовы вообще ко всему. Не знаю, открыть кафе, пожалуйста. Я собираюсь вот работать координатором, координировать проекты, потому что актерское образование в Москве, оно дает какие-то возможности, знакомства, какие-то другие навыки по познанию себя со всех сторон. Поэтому мы, как бы, готовы ко всему. А проекты какого рода? Есть в Москве такой институт, Стрелка. Там разные урбанистические проекты, в том числе западные, оттуда приезжают. Вот. Мне хочется работать на проектах, которые междугородние. То есть возить западные проекты по всей России, в маленькие города в том числе. Но при этом ты хочешь остаться именно в Москве. Тебя не тянет обратно в Литву или, не знаю, куда-то еще? Нет, в Литву меня абсолютно не тянет. Мне не нравится Литва. Мне нравится туда приезжать к семье, но меня в Литве держит только моя семья. Поэтому я, когда приезжаю туда, я сижу дома с мамой, с папой, с бабушками. Мне никуда не хочется. Рига другое дело. Я сейчас спокойно понимаю, что если у меня не сложится ничего в Москве, я соберу вещи и поеду в Ригу. Вот здесь бы я, наверное, смогла бы остаться. В Литве точно нет. Ну, хорошо, я понимаю, там Каунас может быть не такой большой город, хотя там 300 тысяч жителей, а в Вильнюс тоже проигрывает Риге и Москве. Мне некомфортно там находиться. Переезд все-таки вот из Каунаса в Москву, это очень большая разница из достаточно маленького. Ну, по меркам Баути, конечно, большого города, но по меркам России, маленького городка, в многомиллионную столицу, ты почувствовала эту разницу ритмов какого-то количества людей и так далее? Да, я попала в свою стихию. То есть тебе нужно было, чтобы было много? Потому что когда я приезжаю в Москву, мне там очень некомфортно, там очень все быстро, очень всего много, очень громоздко, а тебе как раз нравится. Да, я не могу существовать вообще в медленном режиме, вот сидеть на месте. Нет, мне нужно все время куда-то бежать, чтобы все успеть, и Москва это вот прям мой город. Ну, хорошо, если так тебе понравилось, а в бытовом плане? Потому что это все-таки новое место жительства, это новые даже законы, ты перестаешь быть гражданином страны, в которой живешь. В бытовом плане какие были основные сложности? Ну, было сложно сначала привыкнуть, ну, наверное, как и всем, кто поступает после школы. То есть я училась в школе, жила в семье с мамой и папой, и тут я переезжаю в 18 лет, и вот так вот резко из дома у меня самостоятельная жизнь начинается, где я должна сама покупать соль, хлеб, молоко, вот такие вот вещи. Там как бы порошок стиральный сам не берется в ящики. Ну, это, скорее, связано в принципе с самостоятельной жизнью. То есть ты, если бы переехал в любой другой город, кроме Каунуса, у тебя были бы такие же сложности. А в плане, не знаю, ну вот поселиться в общежитии не было, в том плане, что ты иностранка, и не было ли тебе сложнее получить место в общежитии, вот, например? Нет, не было сложнее получить место в общежитии. Оно давалось всем, иногородним, и иностранцам. Ну, нет, с этим было спокойно. Кто вот на очном отделении, тому спокойно выдается комната. Уже кто на заочном, тому сложнее получить. Ну, а то разницы в языков не было? В том плане, что ты русскоязычный из Литвы, а русскоязычный в Россию, многие говорят, что совсем по-разному какие-то звучат слова и так далее, и само общение происходит по-другому, и это чувствуется, когда ты переезжаешь в Россию. Ну, в этом не было особой проблемы, потому что говор есть у многих, в том числе иногородних, и даже у многих москвичей, которые не коренные москвичи, или просто у них есть, ну, какие-то дефекты речевые. А потом у нас началось обучение, и в первые два месяца обучения из нас всех вытравили этот говор. Конечно, я когда приезжаю в Прибалтику, я немножко снова набираю его от окружающих, но мне хватает день-два побыть в Москве, и всё, я возвращаюсь на круги своя. Ну, то есть нас этому научили. Наверное, если бы училась на другой специальности, я бы осталась с ним, потому что нигде на это не акцентируют. А нас прям жёстко за это наказывали, если мы говорили плохо. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефон напрямую моего эфира, звоните нам, если вас интересует, каково это переехать из Балтии в Россию, поступать в университет и остаться там жить. Номер WhatsApp 2-3-0-6-1-91, тоже, пожалуйста, пишите. Давай тогда перейдём уже с темы переезда из Литвы в Москву, конкретно к театральной специальности, потому что, да, это такая тоже редкий-редкий ребёнок не закатывал истерики своим родителям, говоря о том, нет, я всё-таки стану актёром или музыкантом, или кем угодно творческим. Ты говорила, что твои родители были сильно против. Не сподвигло ли тебя это, хотя бы иметь какой-то запасной вариант? Но вот если бы не получилось, ты бы не поступила. У тебя был какой-то, не знаю, плод за даром? Или бы ты просто год провела в Каунасе, а потом ещё раз попыталась бы? Я про это не думала, я почему-то была абсолютно уверена. Плюс поступление, оно начинается раньше, чем экзамены, то есть я уже где-то в середине марта поехала на первый тур, потому что они вот начинаются примерно в начале марта, в середине. И как бы если бы я слетела, то у меня было бы время нормально сдать экзамены в Литве. Ну я их потом, соответственно, нормально сдала. Уже понимая, что они не нужны? Ну да, ну просто надо было сдать, чтобы получить аттестат. Без аттестата меня потом просто не зачислили. Ну то есть было спокойно в этом плане. То есть в театральном вузе им результаты экзаменов школьных не важны? Ты могла там, не знаю, все предметы сдать на четвёрке, и всё равно бы тебя взяли? Ну в принципе да. Там смотрят вот у поступающих русских ЕГЭ по русскому литературе. У меня, соответственно, ЕГЭ не было. Ну я бы шла по программе иностранцев, по квоте. Вот есть программа соотечественники для поступления в Россию. Вот мне по ней дали квоту, а потом вместо ЕГЭ у меня была бумажка диплом Олимпиады, потому что за год до этого я была на Международной Олимпиаде по русскому языку в Москве, и она котировалась как стобальная ЕГЭ. Поэтому у меня было как-то просто с документами. Это хороший лайфхак. Участвовать в Олимпиадах и получать стобалов по ЕГЭ. Кто-то на твоем курсе или, может быть, кто-то кого-то знал, есть еще иностранный? Был ли еще иностранный студент в ЕГЭ? Или ты была такая одна жемчужина литовская? Нет, у нас на курсе учились еще три режиссера. Один из Греции, один из Монголии, один из Белоруссии. Ну как бы я такая... Какая из меня иностранка? Никто не думал, что я иностранка, потому что у меня все равно я из русской семьи, в русской среде выросла. А там были прям настоящие иностранцы. Ну, вряд ли белорусов, да. Как раз хотел сказать. А вот монголы-грек, они до этого немножко учили русский язык, и в основном они набирались языка именно в России. Но при этом ты недавно говорила, что важно, чтобы язык был родным для осуществления творческих вещей. Как это? Я не знаю, насколько ты близко к ним знакома, но, может быть, ты знаешь, как им было в этом плане. Тяжелее, чем остальным? Или это не было проблемой? Да, конечно, было тяжелее, чем остальным, потому что актеры иногда могли что-то импровизировать, а они не понимали, или просто они не всегда понимали педагогов. Особенно если какие-то похожие слова, корни у них похожи, но они по значению абсолютно разные. И они могли воспринимать по-другому информацию. Иногда было очень сложно договориться. Особенно было сложно договориться между собой, потому что они должны были использовать русский язык, который им обоим не родной, и пытаться на нем договориться. И это вот был прям целый тюд. А английский они оба тоже не знали? Монгол не знает английский, грек знает. Как будто по кличикам их разделяешь. Ну, мы их так и называли просто на курсе. Ну, вот как раз я хотел спросить про курс, потому что, насколько я знаю, хоть я там никогда не обучался театральному искусству, но актерская среда, она в этом плане куда более сцепленная, более крепко связанная, чем обычные курсы, потому что вы работаете вместе на сцене, у вас много физических взаимодействий во время обучения. То есть, вот это чувствуется, связь между одним курсом? Или это примерно как обычно со студентами или со школьниками? Ну, сейчас сложно сказать, потому что вот мы закончили месяц назад обучение, и пока еще не успели как-то соскучиться. То есть, всем сейчас нужно было отдохнуть от обучения, после диплома все поехали домой или куда-то отдыхать, поэтому сейчас сложно сказать. Ну, я думаю, вот в сентябре будет понятно, насколько все-таки сблизились, сплотились, и что это сближение, оно было обязательным для обучения, или это пойдет еще и дальше. Но во время обучения важно, чтобы у вас были близкие отношения для актеров. Не то, что важно, но просто даже на первом курсе многие этюды, они делались где-то на коленке, в общежитии в 5 утра, потому что просто вы там сидите, пьете чай или пиво, или еще что-нибудь, и вы там такие, о, а давай сделаем этюд, креветка и альбинос. Интересные у вас темы для этюдов были. То есть, это даже не было заданием, вы просто делали и потом показывали преподавателям, смотрите, что у нас получилось. Ну, вот на первом курсе нам каждую неделю давали какую-то тему, и за неделю мы должны были делать этюды, и на следующей неделе на показе показывать. Ну, вот в том числе была тема животные, была тема предметный мир, еще какие-то были. Ну, вот, иногда, конечно, зачастую, то, что было придумано в 5 утра, казалось смешным в 5 утра, и потом мы показывали это педагогам, на следующий день, и, типа, что? У нас есть звонок в студии, давайте его примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите, какой вы хотите, может быть, задать вопрос. Я бы хотел спросить, как Паулина Черлюта относится к ее творчеству в жизни, который был связан с дуэтом с Луна Цикадой? Спасибо за вопрос, это, видимо, какой-то очень личный вопрос. Может быть, вы разъясните вначале, Паулина, что это за слюна Цикады такая? В прошлом году в Риге мы с моим другом Данилом Фоминым основали некий дуэт, мы записали несколько песен на камеру-телефонах и делали какие-то этюды. В общем, нашим друзьям нравилось, но из-за того, что мы живем далеко и у нас нет возможности постоянно видеться, это немножко угасло, но мы надеемся, что мы дальше будем писать песни. писать к ним музыку и что-то сочинять. Ну вот, кстати, то есть понятно, что все, кто учились в ГИТИСе, они во время обучения, по крайней мере, они актерствуют, работают актерами в своих спектаклях. Есть ли вот это желание свое творчество переносить на другой какой-то медиа, то есть писать песни или, я не знаю, делать свой YouTube-блог или еще что-то вот такое у вас встречалось на курсе? Ну, то есть у тебя вот целена цикада, которая, мы будем надеяться, будет развиваться дальше, а что-то еще? Да, у меня есть однокурсник, который вообще, он к четвертому курсу понял, что его не интересует ни театр, ни кино. Он как бы аккуратненько вышел из всех спектаклей, ну, мы его заменяли, и он делает свой блог в Инстаграме. А он доучился до конца или все? Да, да. А у нас никого не отчислили из курса. Никого? У-у-у. То есть можно было, не знаю, не ходить на экзамены или просто у вас никто таким не занимался и никто даже не пробовал? Ну, нет, в принципе, все ходили на экзамены, поэтому с этим было спокойно. Но, в принципе, ну, то есть было довольно все свободно, потому что, если ты не хочешь заниматься этим, ну, как бы, почему должны заставлять человека играть в театре, если он этого не хочет. Ну, точно так же, когда вот мы в конце обучения поговорили с моими педагогами про то, что я не хочу играть в театре, мне это перестало быть интересным, я хочу заниматься чем-то большим, что я могу больше, они тоже абсолютно спокойно отнеслись и очень меня поддерживали. То есть, ну, и просто существует такой сериотип, по крайней мере, у меня он был, что если человек идет на актерский факультет, то он все отдает себя уже служению театру. Да, и вот я поняла, что я не готова это сделать, что я люблю жизнь, а не театр. Ну, в смысле, театр тоже люблю, но жизнь больше. А, то есть это театральный вуз отнимает у тебя время от личной жизни, я в широком смысле этого слова. Да, и театр в принципе, потому что, если ты актер театра, это ты актер театра 24 на 7. А я не была готова к этому. Ну, то есть, я не готова пропадать часами на репетициях, после репетиции что-то придумывать еще, потом выходить на сцену. Ну, мне как-то неинтересно заниматься только этим. Вот так вот встретиться, поугарать вместе, там, написать песенки, заснять их, это да. А делать из этого профессию, зарабатывать этим на жизнь, ну, как-то, не знаю, как-то мне это странно. То есть, для меня это такое прикольное времяпровождение, но я не хочу этим серьезно заниматься. Ну, при этом тебе понадобилось отучиться какое-то время, чтобы это понять. Ну, да, мне было 18 лет, у меня были какие-то романтические такие видения. Ну, я по-другому воспринимала жизнь, а потом я пожила в Москве одна, стала более серьезной и основательной. Давай, примем еще один звонок, мне кажется, мы еще успеваем. Алло, здравствуйте. День добрый. Расшифруйте, пожалуйста, что значит некомфортно жить в Литве. Спасибо. Спасибо. Вот такой вопрос. Как бы ты объяснила, почему тебе лично некомфортно в Литве? Ну, это скорее какая-то метафизическая штука, что я приезжаю, мне не хочется там быть, мне не хочется куда-то выходить, как-то там серо, и меня угнетает там существовать. Ну, вот именно, что там какое-то существование происходит. Я никого не осуждаю, это, ну, вот лично мое мнение, как бы это только мои чувства. Может ли это быть связано с тем, что просто ты свою, скажем так, самую активную часть, говорят, что студенческие годы, они вот такие активные и так далее, и когда набираются большая часть знакомых, и так далее, что ты все это провела в Москве, а если бы ты училась в Литве, то ты бы по-другому себя ощущала, или ты это уже чувствовала в школе? Я это чувствовала еще в школе, именно поэтому я и захотела уехать. Нет, возможно, если бы я осталась в Литве, я бы просто не знала, что вот есть по-другому и как оно это по-другому. А сейчас я вижу, как оно это по-другому, как мне хочется жить, и поэтому я не хочу жить, так как я не хочу жить. Сейчас мы прервемся на несколько минут, после чего продолжим эфир. Не переключайтесь. Здравствуйте. Продолжается передача «Встретились, поговорили». У нас в гостях Паулина Чурлита, уехавшая из Литвы в Россию, в Москву, поступила там в ГИТИС, проучилась, окончила ГИТИС, но теперь собирается оставаться в Москве, но не работать по актерской специальности. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы и номер ватсап 2-3-0-6-1-9-1, вот, и давай сразу примем звонок, какой-то вопрос послушаем. Здравствуйте. Добрый день. Вот у меня такой вопрос вашей и пожелания там ей творческой работы, хорошей в жизни. А вот вы видели, что российское посольство ищет руководителя для мероприятий. Может быть, что-то интересное они предложат? Наверное, это не на постоянной основе, а в определенные там какие-то периоды. И еще вот хочу спросить, у вас родственники есть в России и с прибалтийскими студентами, из других там институтов, может ли вы поддерживаете связь, отношения какие-то? Спасибо. И творческих вам успехов. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну, вот два вопроса. Давай начнем с первого. Не хочешь ли ты к нам в посольство российское работать, устроиться? Спасибо большое за пожелание. Я подумаю над этим. Я выжжу, как бы я настолько подвижна, что я сейчас после интервью пойду узнавать российское посольство об этой вакансии, потому что меня это заинтересовало. Да, действительно, легко ты на подъем. Ну, и второй вопрос, да, вот, есть ли у тебя родственники в России какие-то и поддерживала ли ты связь с другими прибалтийскими студентами? Да, у меня есть родственники в России, потому что мои родители вообще из России, у меня очень много родственников в Сибири, потому что моя мама родилась в Омске, она всю жизнь прожила в Новосибирске, папа из Тамбова, и мы поддерживаем связь с родственниками, и, да, мы поддерживаем связь с прибалтийскими студентами, потому что есть ребята, с которыми мы подружились Еще живя в Литве Тоже на каких-то олимпиадах На каких-то конкурсах междугородних Есть ребята из моей школы И вот, да, мы периодически с ними видимся А родственникам ты, соответственно, приезжал в гости То есть было намного проще для тебя, живя в Москве? Нет, мы с ними видимся чаще на территории Литвы Когда они приезжают сюда Потому что, ну, как-то не было времени Долететь до Новосибирска Ну, как бы, да, на самолете это очень дорого На поезде это очень долго Ну, вот они, размеры России таковы, что легче встретиться в Литве Еще один звонок Алло, здравствуйте Добрый день У меня очень хорошая знакомая В начале 80-х годов тоже поступила в ГИТИ Но у нее одна была проблема Она казашка У нее ярко выраженные азиатские черты лица И когда она поступила С ней провели собеседование Ну, у вас хорошие данные и все прочее Речи просто, пластика и все прочее Все замечательно Но поймите, вы, как говорится, в классической Не сможете играть А что такое на казашском языке Вы там что-то в драматургии и еще прочее Играть не можете А вот скажите А как сложилась судьба вашего Монгола Его тоже, наверное, он же, как сказать Что-то такие роли играть не может А что дальше? Спасибо Ну вот, да Как-то была в этом проблема у тебя? Ну, во-первых, сейчас Вот в 2019 году Театр и кино, они более подвижны Особенно театр, потому что театр Это условность Да, с кино это, наверное, было бы сложнее А в театре как бы спокойно Не знаю, там, грубо говоря Девочка-казашка Спокойно могла бы играть Снегурочку И так далее А Монгол у нас, во-первых, режиссер Поэтому его внешность и данные не так важны Но при этом он участвовал в нескольких спектаклях у нас И он участвовал в Женитьбе Он играл в Степана И это смотрелось абсолютно нормально Ну вот, потому что я говорю, что театр Это сейчас такая подвижная вещь И вообще нет проблем внешности, внешних данных Только внутреннее наполнение То есть нет такого, что набирают, условно говоря Только красивых людей Или которые просто смотрятся выгоднее со сцены А просто берут именно по таланту А все остальное уже предложение Нет-нет-нет, и вот вообще Вот, например, у нас в ГИТИСе на режиссерском факультете Очень редко берут Вот прям таких вот красивых Таких вот по стандартам красоты У нас, скорее, всякие фрики Самокритично Ну, вы, уважаемые слушатели, не видите Но Паулин на самом деле Прекрасно выглядит чья девушка Не знаю, что тут она наговаривает По WhatsApp пришел вопрос Учат ли в ГИТИСе Используя примеры из российских медийных проектов По типу КВН То есть вот такие больше эстрадные штуки Давали ли вам какие-то основы оттуда? Нет, КВН это все-таки не актерское мастерство Это не имеет отношения к актерскому мастерству Ну да, какие-то методы в плане импровизации на сцене Или работы с залом Работы с партнером Можно же, наверное, что-то оттуда почерпнуть Такое Понятно, что это не глубокая работа над персонажем Но вот более такое поверхностное Ну да, была импровизация Но я бы не сказала, что вот она по типу КВН Ну да, там, наверное, есть какие-то общие вещи Потому что импровизация, она и есть импровизация Но нет, на медиа нас не учили Это все-таки больше факультет эстрады У нас такой тоже был И второй вопрос Есть ли оттуда, в скобочках, из КВН Любимые команды и персонажи? Я очень давно не смотрела КВН Вот я как уехала в Москву У меня не было времени, нет телевизора И как-то вот 4-5 лет я уже не смотрела А раньше Мне раньше нравилось Кефир Нягонь Сок Самары И там, где вот еще это Где Ольга Картункова Вот эта команда Пятигорск Да Команды с сильными лидерами тебя привлекали Еще один звонок у нас на линии Как популярны эти гости Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Ваш вопрос, пожалуйста А мой вопрос такой К выпускнице Гитиса А как она вообще видит Или видела, когда училась свое будущее Как актрисы Может она на этот вопрос ответит? Сейчас узнаем Спасибо большое за ваш вопрос Когда ты училась в Гитисе У тебя было какое-то, не знаю Представление о том, кем ты Как ты хочешь работать Или ты просто училась И плыла по течению, так сказать? Когда я поступала Я себе представляла Что я буду сниматься в кино Играть в театре Потом на втором курсе У меня были какие-то загоны Депрессия Что мне вообще все хотелось Бросить, кинуть Ну, это были проблемы Не только Гитиса А просто какие-то личные То есть, не знаю Может быть, гиперусталость Еще что-то Я вообще не хотела ничего Потом я снова хотела в театр Хотела в кино А сейчас Ну, вот на данный момент Я ничего не делаю для этого Ну, я так Отношусь очень спокойно То есть, я как бы не рвусь Сильно в театр, в кино Но если меня позовут В какой-то проект Который мне интересен Я пойду Разово Если нет То тоже Не сильно буду страдать А в кино у тебя в итоге Получилось сняться В чем-нибудь Во время учебы? Я снималась В короткометражках Учебных Кино и театр Что тебе ближе Вот, когда ты уже Испытала оба Интереснее, конечно, театр Потому что, да Но в театре Как-то это все более живо происходит Всегда можно Симпровизировать Как бы ты очень свободен У тебя есть свобода передвижения Особенно у нас на курсе Нам педагоги разрешали прям Ну, вообще отпускать себя Ну, конечно, держаться в рамках Того, что мы делаем Но при этом Не фиксировали нас На каких-то точках Не ругали нас За какие-то выпады Вправо-влево Наоборот, только хвалили Если мы что-то сами Начинали добавлять А в кино нельзя А в кино нет В кино это довольно скучно То есть ты 15 раз делаешь одно и то же Это как-то странно Все снимается не по порядку Ну, в общем, театр это для души Кино это для денег Ну, если бы Если ты вернешься В актерскую среду Часто-то, я так понимаю Ты решила Отойти от этого Ну, как ты сама сказала Еще один звонок Здравствуйте Здравствуйте Ваш вопрос, пожалуйста Анатолий Вы умницы и красавицы И дальнейших вам творческих успехов И поверьте моему жизненному опыту Мне больше 80 лет Вас впереди ожидает достойное и светлое будущее И начнете вы его с российской сцены А затем будете играть в Европе И поверьте, что Анатолий никогда не ошибается Успехов вам До свидания Спасибо вам, Анатолий Очень доброе такое пожелание На путствие, я бы сказал Да, спасибо вам большое Ну, то есть Продолжает комментарий Есть шанс, что ты вернешься на сцену Учитывая твою подвижность Как ты сама сказала Ну, если это будет интересный проект То есть в какой-то театр не очень хороший В который я даже не хотела Во время обучения сходить посмотреть спектакли Даже бесплатно Что позволял он студенческий билет Мне не хочется там работать А если это будет какой-то проект Интересное произведение С хорошим режиссером в театре То почему бы и нет Ну, то есть не на полную ставку А так как бы приходящей величиной Еще один вопрос Здравствуйте У меня не вопрос У меня пожелание Я слышал Я задавал вопросы Потом услышал от Фисты Мне хочется пожелать этой девочке Первое Если она хочет играть на сцене Она должна ехать на актерскую биржу И радоваться Какой театр ее возьмет вообще И будет давать ей роли И там сидеть в этом театре Играть, 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 играть Пока она не станет актрисой Это первое Если она хочет выбирать место жизни То есть место выбора Там Рига То здесь уже надо менять профессию Искать профессию И зарабатывать себе на жизнь Чем придется Всего доброго Спасибо Вот такая смена немножко тона Кстати, на самом деле Это навело меня на вопрос Ты не захотела идти в театр Но насколько просто Вот выпускникам Твоим однокурсникам Получилось Попасть в театр Или может быть не получилось Попасть в театр На самом деле Попасть в театр Не так просто Как нам казалось Мы как-то во время обучения Очень расслабленно Жили Нам казалось Что вот Если мы учимся В лучшем вузе В лучшей мастерской Нас сейчас просто Расхватают Еще до выпуска Но на самом деле Так не происходит Потому что Театр переполнен Это правда Особенно переполнены Хорошие, большие театры Ищут скорее В какие-то мелкие Откуда уходят актеры И поэтому Было довольно сложно Плюс еще ищут Актеров На конкретные Роли На конкретные Вот какие-то Типажи Не амплуа А типажи Это разные вещи И поэтому Ну тоже довольно сложно Потому что Ну вот например Я режиссер Я хочу поставить Красную шапочку И мне нужна Низенькая Светленькая девочка И значит Я не буду Отсматривать мальчиков Вообще Ну то есть Я буду смотреть Но я понимаю Что у меня сейчас Мужской состав переполнен Мне не нужны мальчики Мне нужна только Вот маленькая девочка Ну то есть В каком-то смысле Все-таки Возвращаясь К вопросу Казахской знакомой И звонящего Что все-таки Внешность И какие-то Черты Лица И тела И имеют значение В итоге Ну просто опять же Если я Захочу Взять на роль Красной шапочки Казашку Я буду искать Казашку Ну вот такие вещи Ну то есть Я же как режиссер Я вижу Ну Чего я хочу Какой мне там Психотип Актера нужен А в целом Ну Внешность Не имеет значения Только вот В таких вот Уже случаях Когда идет Отбор Или например Если у меня В театре Есть две Казашки Ну как бы Зачем мне Третий Еще один Звонок Давай примем Алло Здравствуйте Здравствуйте У меня вопрос Куда подевалась Великолепная Литовская Киношкола Будрайки Смасюлис Жилакавич Вот А остались Только два Политических Актера Грибоушкайте И Ландсбергис Чем они Всем и Командуют Спасибо Театрами Москвы Руководят В основном Представители Литвы Даже так Да Ну вот В театре Вахтангова Туминос В театре Маяковского Карбаускис То есть Получается Что Литовская Школа Все еще Сильна Просто Она Своих Лучших Свои Лучшие Кадры Отпускает В Москву Да Все уезжают Все Кто Что-то Могут Они Уезжают В Москву Их там Больше Ценят Любят На них Ходят Ну просто Например Когда я Жила В Литве Я Не особо Знала Допустим Кто такой Некрошус И для Меня Не было Необходимо Поехать В другой Город На его спектакль Потом Я приехала В Москву И Там Некрошус Разве что Не молятся Кстати Мы с тобой Очень много Говорили о Москве И о Заравнении Москвы Там С Европой И так далее А что По поводу Питера Как он В театральной Среде Вот Сейчас Ну он Конечно Поменьше Чем Москва Там Намного Меньше Театров Плюс Оттуда Сейчас Уехал Из Театра Лен Совета Мой Любимый Режиссер Юрий Бутусов Куда Уехал В Москву То есть Все таки Да И поэтому Не знаю Что там Особо Происходит Ну просто В плане Жизни Допустим Я была В Питере Но мне Почему-то Не хотелось Там Жить Все время Мне очень Нравится Приезжать Гулять И я Даже Поняла Почему Потому что Он такой Город Очень созерцательный Ведь я там Хожу И там Вообще Не хочется Работать Там Хочется Ходить Смотреть Думать А мне Необходимо Работать Я не могу Просто Ходить И смотреть Ну то То есть Ну да Известно Что Питер Это такой Город Не для Всех 672 12 93 9 672 13 93 9 Телефон Прямого Эфира У вас Еще Есть Время Позвонить И задать Вопрос Номер Ватсапа 2 3 0 61 91 Если Вы Захотите Тоже Что-то Нам Написать Еще Несколько Минут Остается У нас Прямого Эфира Я Знаю Что В этом Году Ты Уже Находясь По ту Сторону Приемной Комиссии Ты Может Заметил Какие-то Оставные Ошибки Которые Допускают При поступлении Актера Если нас слушает Кто-то Кто мечтает Все-таки Поехать В Москву Поступить На актерский Факультет Может Ты можешь Дать Какие-то Советы Чего делать Не надо Или наоборот Надо Как вести себя Как одеваться Да Я могу Рассказать Что Выходят Люди Например Очень Нравятся Наглые Ну то есть По-плохому Наглые Когда По-хорошему Наглые Такие Открытые Какие-то Это вот туда А когда Приходят И Ну делают Какие-то Неприятные Вещи Ну например Ну было Такое Что Один мальчик Он был Не очень Его скинули И он Во время Следующей Десятки Врывается В аудиторию Там уже Следующая Десятка Читает Читает Девочка Стихотворение И он врывается Говорит Я хочу Здесь Учиться И мы Его не Можем Выгнать И пришлось Вызывать Наших Парней Потому что Там сидела Я Сидел Пожилой Педагог И еще Одна Девочка И мы Просто Не могли Его Утащить И вот Я допустим Не знаю На что Рассчитывают Такие Люди Потому что Приемные Комиссии Они между Собой Общаются Ну и То есть Если бы У него Был бы Какой-то Шанс Куда-то Пройти То он Его Просто Погубил В ноль Потому что Он просто Приходит И сбивает Другого Человека Еще Не нужно Обманывать То есть Нужно Быть собой Максимально Потому что Это очень Чувствуется Когда человек Пытается Произвести Какое-то Впечатление Или еще Есть тип Людей Которые Пытаются Эпатировать Которым Кажется Что они Прям Такие Крутые Они сейчас Придумали Какую-то Идею А на самом деле Очень сложно Эпатировать Потому что Там сидят Люди Которые Видели Все Там сидят Мэтры Театральные И Эпатировать Чем-то Их сложно Нужно Просто Быть собой И именно Когда ты Сам по себе Приходишь Интересный То к этому Подключаешься А что значит По-хорошему Быть наглым По-плохому Понятно Не вырываться Не мешать Не Говоря Разговорным языком Не выпендриваться Но что-то Хорошая Наглость Тогда Ну Быть Открытым Спокойно На вопросы Как-то С юмором Ответить Не Зажаться Не Не Сесть Молча Что делать Тогда Я не знаю Людям Более Замкнутым Условно Говоря Интровертным Ведь Разные Люди Нужны Театру В том числе И такие Закрытые Закрытые Или на камеру А в обычной жизни Они очень Скованные Но поступление Это же тоже сцена То есть Вот этот Приемный зал Следует Воспринимать Как такие Подмостки Театральные Конечно Это что-то Среднее Ну нет Это есть Театральный Подмост Именно Потому что На сцене Мы же тоже Общаемся С людьми То есть Надо Просто Спокойно Выходить На сцену И спокойно Общаться С людьми То же самое С приемной Комиссией Ты выходишь И ты Просто Общаешься С педагогами Которые сидят Тебя слушают Со студентами Которые помогают Педагогам Еще хотел тебя Спросить Пока у нас Еще осталось Две минуты Экзамены В театральном Институте И существует Опять-таки Такой стереотип Что экзамены В театральном Институте Это обязательно Какая-то практика Этюды Спектакли Прочтение Речей Не знаю Хореография Но при этом Ты говорила Что у вас было Много теорий В ГИТИСе Как выглядят Теоретические Экзамены В театральном Вузе Есть ли они вообще Да Они есть Это стандартные Билеты Как везде А какую теорию Вы там Завете теорию Ну история театра Понятно Просто история История литературы Была русской Зарубежной Кроме истории Теоретически А было Театральное дело Это Что это Театральное дело Ну это скорее Для продюсеров Мы вообще Не очень понимали Почему мы Этим занимаемся Особенно актеры Ну как бы Есть программы Есть Высшее учебное заведение Оно требует Не только Профильных предметов Очень быстро Примем один звонок Здравствуйте Если можно Ваш вопрос Очень коротко Да Очень было интересно Знать Как у Алины Челюты Относятся к гусям И их похоронам Не знаю Если ты можешь Быстро ответить На этот вопрос И какое он Имеет отношение К тебе и театру Или можешь Не отвечать Если не хочешь Я отвечу на него Не в эфире Понятно То есть Это уже Какие-то ваши Личные Рижские знакомые Ну тогда За эфиром С этим человеком Мы поговорим Спасибо тебе большое Сегодня у нас В эфире была Паулина Чурлита Выпускница Гитиса Которая из Литвы Уехала в Москву И решила там остаться Пусть даже и не по профессии Хотя Как мы выяснили Во время эфира Может быть И переберется к нам В Ригу На должность Куда-нибудь В российское посольство Спасибо тебе большое Спасибо До свидания До свидания Приятного вам дня Не переключайтесь До свидания Продолжение следует... Продолжение следует...